МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. На защите персональных данных организации Республики подписали соглашение с Роскомнадзором. Путь к знаниям. Почему родители боятся отпускать детей от них в школу? Театр в палате. Волонтеры выступили в детской клинической больнице. Сегодня глава Республики принял участие в первом международном конгрессе «История самбо. История России», который прошел в Москве. Он был посвящен 80-летию этого вида спорта. Организаторами выступили Всероссийская федерация самбо, Всероссийская студенческая лига самбо, Национальный исследовательский университет Московского энергетического института, в котором долгие годы работал знаменитый создатель боевого многонационального искусства Анатолий Харлампиев. Михаил Игнатьев, как член попечительского совета Всероссийской федерации самбо, представил региональный опыт и основные тенденции развития самбо в Республике. В Москве работает наша съемочная группа. И все подробности завтра в нашем информационном выпуске. Прожиточный минимум пенсионера, компенсации расходов на капремонт. Проекты законов сегодня обсудили на заседании Комитета Государственного Совета Чувашия по социальной политике и национальным вопросам. В Чувашии цены на продукты одни из самых низких в Привозском федеральном округе. Поэтому величина прожиточного минимума пенсионера по расчетам Министерства труда составит 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, установленной законом Чувашской республики 6 марта 2013 года о потребительской корзине Чувашской республики. Также учитывается индекс потребительских цен на 2018 год и используется при установлении социальной доплаты пенсии предусмотренным федеральным законом и государственной социальной помощи. Другой законопроект, рассмотренный депутатами, предполагает расширить круг лиц, кому компенсируют расходы на капремонт. 50% возместят собственникам квартир, достигшим 70 лет. 100% компенсация полагается 80-летним собственникам, чьи семьи состоят из неработающих граждан пенсионного возраста, либо неработающих инвалидов первых-вторых групп. Парламентарии обсудили и ряд других законопроектов, связанных с изменениями в федеральном законодательстве. Также на повестку дня вынесли вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам депутата Григория Данилова, осуществляющего деятельность на постоянной профессиональной основе. Все принятые решения рассмотрят завтра на очередной сессии Государственного совета Чувашской республики. В столице Чувашии подписали кодекс добросовестных практик в интернете. Образовательные учреждения, больницы, СМИ в свои автографы поставили представители 31 организации республики. Они подписались под своеобразным сводом правил и теперь обязуются защищать персональные данные человека и обрабатывать их строго в соответствии с законодательством. Впервые кодекс был представлен два года назад. Тогда в Москве проходила международная конференция защиты персональных данных. В присутствии руководителя Роскомнадзора Александра Жарова подписи под кодексом поставили представители более 30 организаций коммерческих компаний. На сегодняшний день кодекс подписан представителями более 1900 организаций по всей России. Роскомнадзор напоминает, заботиться о своих персональных данных должны и сами пользователи. Как бы мы с вами ни говорили, но по крайней мере наш анализ, здесь сложно говорить по другим регионам, показывает о том, что более чем две трети всех утечек персональных данных происходит не по вине операторов персональных данных, а по вине непосредственно самих пользователей, которые спокойно эти данные сами дают согласие, распространяют. Примеров, когда люди сталкиваются с вполне конкретными последствиями нарушения правил безопасности, становится все больше. Только за 9 месяцев 2018 года в Чувашское управление поступило около 150 обращений по вопросам защиты персональных данных. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. С законом на «ты» в столице Чувашии идет месячник правовых знаний. Как обучают право школьников 62-й столичной школы, смотрите далее в сюжете. Во все времена считалось, что единственное средство сделать народ счастливым – просветить его, показать ему пользу законов, гражданских прав и свобод. О прозвещении общества заботились выдающиеся ученые и философы прошлых веков. Законодательная база постоянно пополняется и совершенствуется. Знать ее – это значит чувствовать себя защищенным. Именно об этом говорили со школьниками специалисты. Помните знаменитую фразу «Незнание закона не освобождает от ответственности». Данные мероприятия нужны. Данные мероприятия направлены, как мне кажется, на снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в большей степени. Представители комиссии по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, следственного комитета, целый десант правоохранительных органов провел со школьниками правовой ликбез. Во время беседы рассматривали различные ситуации и придумывали выходы из них. Право школьники изучают круглый год по два часа в неделю. А такие встречи со знатоками законов только подкрепляют знания. В столице Чувашии проходят рейды по выявлению неформальной занятости. На этот раз комиссия наведлась в один из торговых домов. Первая точка и сразу нарушение по документам в овощном отделе только один работник, сам индивидуальный предприниматель. Но по факту мы видим продавца. С ней трудовой договор не заключен. Проблемы есть и с другими документами. Дома в принципе есть, но у вас оформлен у Козлова Татьяны Викторовны не до конца. Нет здесь подписи. То есть он является недействительным. В другом отделе дожидаться прихода комиссии не стали. Как только увидели съемочную группу, сбежали. Таких продавцов оказалось несколько. Всего же за 9 месяцев этого года провели уже около 1200 рейдов, проверили 9000 объектов. В результате рейдов выявлено, ну так же, где-то около 9000 человек, которые работают без оформления трудовых отношений. Бывают и повторные рейды с целью убедиться в том, что человек действительно оформлен, трудоустроен, официально все. В расположенной тут же кофейне меню на любой вкус. Цены на продукцию есть, а вот документов, разрешающих торговлю, нет. Да и сам продавец официально не оформлен. Говорит, что работает бесплатно, так как родственник предпринимателям. Вот только документы ему противоречат. Вы же здесь работаете администратором. Я не работаю, я помогаю. Просто мне говорили. Ну на чейке-то ваша фамилия. Теперь владельцам торговых точек грозит штраф. Пока прокуратура решает вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. А администрация города напоминает, что сотрудники сами должны быть заинтересованы в трудоустройстве. В ходе рейда выявлено нарушение действующего трудового законодательства, а именно с работниками не оформлены трудовые отношения, не внесены записи в трудовую книжку, не изданы приказы о приеме на работу. По итогам проверки всех нарушителей пригласили на комиссию по легализации налоговой базы. На заседание они должны прийти с уже заключенными трудовыми договорами. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Подвели итоги ежегодного республиканского осмотра конкурса на лучшее озеленение и благоустройство. Участников выбирали в пяти номинациях. Территория учреждения социальной сферы, улицы частного сектора, придомовые территории и индивидуальные участки и цветники. Среди победителей парк здоровья и отдыха «Август» в Урнарах. Детские сады, школа, жилые дома в Чебоксарах, Батрево и Новочебоксарске. Лучшие цветоводы живут в Ядринском, Канарском и Урмарском районах. Все победители получили по 40 тысяч рублей. Премия за второе и третье места – 24 и 16 тысяч соответственно. Ну а теперь о проблеме, которая очень волнует всех родителей и школьников. Речь идет о круглосуточных заведениях, торгующих алкоголем недалеко от образовательных учреждений. Подробнее в нашем сюжете. Этот пятачок около конечной остановки 50-го маршрута обойти практически невозможно. Здесь сосредоточены многие торговые точки, объекты общепита, есть свой мини-рынок. Здесь бурлит жизнь, в том числе и учебная. Рядом располагается школа номер 39, 54, 45, гимназия номер 1. Правда, соседство для школьников порой не совсем удачное, как, например, этот торговый павильон с говорящим названием. Заведение круглосуточное, работает 24 часа в сутки. Мы опасаемся за жизнь и здоровье наших детей, так как здесь наблюдается очень много лиц в нетрезвом состоянии. Я уже вынуждена ребенка провожать сама, потому что сейчас рано темнеет и светлеет достаточно поздно. Наши дети ходят мимо этого заведения. Лично у меня двое детей, они учатся в ближайших школах. И мне бы не хотелось, чтобы они сталкивались с таким примером. В Чебоксарах проводится патрулирование предприятий общественного питания, которое находится вблизи образовательных учреждений. Формально регламент, определяющий минимальное расстояние от точки, торгующей спиртным, до учебного заведения не нарушен. Но это по сути. А на самом деле сотни школьников каждый день подвергаются непредсказуемым встречам с теми, кто ведет асоциальный образ жизни и не прочь с утра взбодриться с помощью алкоголя. Получается, что наши дети никем не защищены, кроме родителей, которые провожают их по дороге в школу. Данное кафе, оно несколько раз уже меняет свое название. Тем не менее, работает оно 24 часа в сутки. Нам бы хотелось, наверное, сделать так, чтобы все-таки таких учреждений было как можно меньше. Можно ли пересмотреть время работы подобных питейных заведений? Почему они работают круглосуточно? Можно ли запретить продажу алкогольной продукции учреждениям с малой площадью? Вопросы безопасности школьников остаются открытыми, и решить их можно. Но надо вносить изменения в действующее законодательство. По коридору Республиканской детской клинической больницы в Чебоксарах бегают фиксики, и важно рассказывает трансформер Бамблби. Они пришли в гости к детишкам и сделали все возможное, чтобы сделать их счастливее. Наш корреспондент Ольга Алексеева познакомилась с героями и смогла лично оценить их старания. Фиксики, кот Котофей и трансформер Бамблби – частые гости детской клинической больницы в Чебоксарах. С начала этого года они побывали во всех отделениях учреждения со своими спектаклями. Инициатор этой доброй истории Юлия Касаева. Она стала автором грантового проекта «Театр в палате». Он был поддержан Минздравом Чувашии. Ребенок находится в палате. Он изолирован от привычного мира, общества. Он заложник вот этих вот четырех стен. Естественно, в нем развиваются какие-то комплексы, страхи, внутренние зажимы. А посредством диалога с персонажем, например, сегодня это фиксики, завтра будут миньоны, у нас много кукол, и он раскроет свои страхи, может, скажет, что он боится, а персонаж его утешит, скажет, что ничего страшного, все будет хорошо. Основная цель молодых актеров – это придать ребятам внутренние силы для борьбы с болезнью. Тимур Пахмутов нередко лежит в больнице, и такое представление ему явно по душе. И прибыл я к вам с планеты Кибертрон. Привет, привет, ребята. Мне понравилось робота, потому что он такой интересный, я его хотел еще раз видеть. Родители тоже рады переменам в настроении ребят. Я видела, как дети очень сильно радовались, и почаще бы так, потому что они будут приходить в больницу не только болеть и страх, а вот именно, что их будет это расслаблять, и наоборот, они, мне кажется, уже не с таким страхом будут приходить ложиться сюда, зная, что такие впечатления. Это очень развивает и детей, и успокаивает, и отвлекает их на какой-то момент. На этом участники проекта «Театр в палате» останавливаться не собираются. К середине декабря они планируют сыграть 50 спектаклей для маленьких больных. Мне нравятся, у меня нолики бамбуки. А вам как сказали? Ой, вообще неожиданно и очень приятно, на самом деле. Особенно, если это происходит в больнице, то есть, ну, процедуры и все такое. Дети счастливые, все довольны, вообще все здорово. Спасибо большое за приятности. Вот, нам понравилось. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Скажи, мол, кори, два миксика внутри. Смотрите! Бамбу, Биббон, и все оживился! Ура! Ура! Выставка-ярмарка «Собак» пройдет в эту субботу в МТВ-центре в Чебоксарах. Ее проводят в пункт передержки бездомных животных. Сегодня в животных в городе не уничтожают, как раньше, а отлавливают и передают в пункт передержки. Здесь их подлечивают, делают прививки и подыскивают им хозяев. Только с начала этого года сотрудникам пункта передержки и их добровольным помощникам удалось пристроить в добрые руки около 300 собак и щенков. На сегодня осталось около 250. Очередная ярмарка пристройства пройдет 20 октября в субботу в МТВ-центре на пятом этаже с 12 до 18 часов. Всех неравнодушных людей приглашают принять участие в судьбе братьев наших меньших. Здесь с благодарностью примут и помощь в виде кормов для собак, инвентаря для их содержания, игрушек для животных. Все это тоже можно принести прямо на ярмарку. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Продолжение следует... Продолжение следует...